Ремонт дорог во Владивостоке – главная тема разговора журналиста Андрея Калачинского заместителем главы Краевого центра Леонидом Вильчинским. Тема злободневная, но эфир на радио Лема жарким не был. Несмотря на задержку финансирования со стороны краевого бюджета, работы идут по графику, подчеркнул Леонид Вильчинский. За качеством сегодня жесткий, тоже тройственный контроль. Проверяют и федеральные органы Росавтодора, проверяют и краевые органы, проверяют и наша служба заказчика. Поэтому в отношении качества, я думаю, что таких больших у них нарушений не будет. Напомним, в этом году во Владивостоке впервые реализуется федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Ее участниками стали семь улиц – Светланская, Выселковая, Народный проспект, Верхнепортовая, Гоголя, Всеволодосибирцева, Фадеева. Но главная проблема сегодня в том, что подрядную организацию город выбирает ту, которая при проведении аукциона назначила самую низкую цену. Это, согласно 44-му федеральному закону, самый главный критерий. Я считаю, что вот эта система, которая сегодня действует, она не способствует привлечению нормальных, значит, достойных кандидатов. Раньше было как, допустим, вот до этого 44-го ФЗ, были конкурсы, где учитывались разные параметры – цена, качество, финансовая обеспеченность предприятия, опыт работы, наличие машин и механизмов. Сегодня этого нет. Сегодня главное, что мы проводим ремонты – цена. Другая сложность с ремонтом городских дорог, например, на острове Русском, в том, что они до сих пор находятся на землях Минобороны. Дороги переданы Владивостоку только в качестве объекта, и никаких работ город с ними проводить не может. Поэтому, чтобы сделать обычную велосипедную дорожку, муниципальные власти вынуждены идти только таким путем. Было принято решение, и сейчас уже все подготовлены документы, мы подаем на них в суд, значит, и будем через суд судиться с Министерством обороны и изымать землю. Отремонтировать дорогу на Русском можно, в том числе и в рамках федеральной программы. Главное, подчеркнул Леонид Вельчинский, иметь для этого формальные основания для производства работ. Дорога длиной 30 километров требует не только крупных финансов, но и самого внимательного подхода. Там мосты аварийные, там уже трубы нужно менять, там уже и в плане профилю нужно менять. Еще один важный вопрос в ходе эфира о муниципальном предприятии «Дороги Владивостока». А вот знаменитые предприятия МОП «Дороги Владивостока» у нас сейчас совсем не работает? Он, так сказать, практически не работает, но мы его сейчас сливаем с предприятием, с нашим городским СГТ, потому что лучше иметь одно мощное предприятие, чем несколько слабых. Подводя итог программы, журналист Андрей Калачинский обратился с призывом к краевым властям изменить систему ремонта дорог и поддержать инициативу губернатора Сахалинской области Олега Кожемяка внести поправки в 44-й федеральный закон и прекратить выбирать подрядные организации только по цене. Светлана Садовая, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.